Здравствуйте! Я Елена Медина, и это программа «Путь к счастью». Сегодня мы поговорим о нетворкинге и коучинге с Мари Азнавор. Здравствуйте! 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 Я не могу не задать первый вопрос про человека, которого знает весь мир. Скажите, пожалуйста, какое влияние оказал на вас Шарль Азнавор? Шарль Азнавор? Конечно, большое влияние, потому что это мой официальный родственник. Он приходится к папе троюродным братом. И, конечно, даже некая какая-то ответственность за фамилию, за то, кем я являюсь, таким неким продолжением, веточкой вот этого большого творческого человека. То, что Шарль Азнавор снимался и в кино, и писал песни, и писал стихи, и, соответственно, и в театре играл, и, ну, соответственно, он состоялся как певец шансонье и пел на многих-многих языках. Поэтому влияние рода, энергии имеют место быть, конечно. Тем более, что и мой папа, Жанна Азнавор, который работал в Москонцерте долгое время с Иосиом Кобзоном, с Гурченко, с той еще старой Плеядой. Соответственно, конечно, это все сказалось на том, что путь к бизнесу, он явился для меня именно творческим. Потому что без этого... Я даже не мыслила вообще в своей жизни, что я могу как-то нетворчески подходить к своему бизнесу. Несмотря на то, что, да, я предприниматель, и я оказываю услуги людям, но я никогда не забываю, что к любой идее, к любым делам я подхожу творчески. Ну, наверное, это такое основное звено, основное зерно в моей жизни. Неудивительно, что из вас получилась такая именно разносторонняя личность. И зная, сколько сфер вы охватываете в своей деятельности, хочется понять, какая же основная, если таковая, которую вы можете считать главной, ведущей, может быть, основополагающей или направляющей. И все вот такое интересное, разностороннее и, может быть, даже бесконечное развитие. Ну, конечно, это не одновременно все происходило. Это происходило поэтапно, потому что я через творческие вот эти сферы жизни, да, я, с одной стороны, познавала себя как личность, а с другой стороны, я развивалась как специалист по связям с общественностью, пиар, и как человек-коммуникатор, да, как сейчас модным словом, как вы ранее сказали, называется нетворкинг. Это люди, когда на самом деле собирались вне работы, общались, знакомились и создавали некое новое окружение, да, если уж прямо и дословно об этом говорить. Но на самом деле нетворкинг стал сейчас очень-очень модным, и, по сути, я последние 15 лет я осознала, что я именно всем этим и занималась. Это началось как шоу-бизнес, фото-бизнес, арт, это гастрономия была. И последние 5 лет я получила профессиональное международное образование по коучингу, и я лайф-коуч, именно человек, который работает с изменениями жизни, как ставить цели, как достигать успехи. И я уже даже некую аналитику провела, да, кто же мои клиенты, кто ко мне приходит, и кто моя вообще аудитория. Это люди, которые реально, возможно, не понимают, но они уже готовы к изменениям жизни, потому что я им помогаю пройти через эти страхи. Благодаря тому, что я каждый раз рисковала, вроде бы кажется, я сменила много сфер бизнесов, но одной линией шла именно связь с общественностью, то есть коммуникации, пиар, нетворкинг. И почему, как говорится, кульминации того, что сейчас я делаю, и сейчас я очень активно ухожу как раз в онлайн, но не забывая об оффлайне, именно создание окружения. Я помогаю людям под их запрос создать пул связей, создать окружение человека, потому что на самом деле нетворкинг — это не просто вот пошел ты пообщался. Нетворкинг намного глубже, нетворкинг намного интереснее, потому что нетворкинг — это про психологию человека, это про понимание невербалики, это как к человеку подойти, что сказать, а может просто даже стоять, установить контакт, просто улыбнуться и дать человеку понять, что я через две минуты к вам подойду. люди очень часто воспринимают, ой, нетворкинг — это модно, это круто, вот мы сейчас пойдем пообщаемся, мы возьмем пару визиточек, и все, все у меня в кармане. Нет, это так не работает. Как же это работает? Удача приходит, когда ты ежедневно делаешь эти действия. Почему я себя нетворкером называю? Это в каком-то смысле это профессия, потому что ко мне через инстаграм очень часто люди приходят и говорят, о, Мария, познакомь меня с этим, с этим, с этим. Я просто объясняю, что я как коуч сначала работаю с тобой, я хочу понять твой запрос, потому что от того, что я тебя познакомлю с этим человеком, ты, возможно, дальше не продвинешься, возможно, он тебя серьезно не воспринял, потому что ты еще не созрел, ты не целостен, ты не готов идти к другому человеку со своим внутренним запросом. А когда ты осознаешь свой внутренний запрос, другой человек на другом конце, он быстро понимает, что ты на самом деле хочешь. И как он может тебе в этом помочь? Это, кстати, очень правильная связочка, которую я вначале не учла, соединив нетворкинг и коучинг в одно целое. Конечно, это единая связка, я даже не представляю, ко мне, когда люди приходят, конечно, я сначала даже, ну, в каком-то смысле, небольшой демо-коучинг провожу, 20-минутный, потому что я понимаю и осознаю, что на самом деле у человека болит. Потому что человек с определенной болью приходит, как сейчас модно наши любят бизнес-молодость говорить, да, я спрашиваю, что ты на самом деле хочешь? Просто, знаете, иногда даже человек приходит, на самом деле он говорит про бизнес, а я понимаю, у него там вопрос про личное, а не про бизнес. Я говорю, слушай, а может тебе на самом деле сейчас личным вопросом заняться, а бизнес уже автоматически сложится для тебя. Как это? А как я буду жить? А как я буду зарабатывать? Я говорю, ты продолжаешь делать, что и делал, только ты фокус внимания меняешь туда, где реально твоя душа сейчас плачет, как говорят, где твоя внутренняя боль? И когда человек фокус внимания, как говорится, переводит на то, что реально его душа хочет, куда, знаете, уже вот, ну, знаки идут, вселенной, вот и то, и то, и то, и то, и в конце концов, через месяц, человек буквально даже бывало, и через две недели говорит, Марис, слушай, а что начало происходить, какие-то чудеса происходят, вот мы с тобой там три раза встретились, коучинг провели, мне все поперло, я говорю, это было очень просто, мне важно было тебя услышать, поэтому это очень важно, а нетворкинг, коучинг, это не просто, ты пришел, пообщался и побежал, это, знаете, как сотворчество двух партнеров, где ты проявляешься, именно, я человек, человеком работаю, с его позитивным потенциалом, понимаете, мы не уходим не в прошлое, мы не уходим не в будущее, мы здесь и сейчас, я человека собираю в той точке сборки, вот как Карл Кастанет говорит, здесь и сейчас, и когда он понимает, ага, я здесь и сейчас, он в этот момент, знаете, он такой целостной трубой становится, и в этот момент именно происходит некий инсайт, ого, а что про меня сейчас, я что-то про него, про него, про него, а где я сейчас, и когда вот именно коучинг происходит, человек понимает, что ого, я здесь, я вообще здесь, и это вот что-то со мной сейчас происходит, а я вообще себя слышу, что моя душа хочет. Мне это представляется самой высшей психологической работой, сначала я хотела спросить, чем отличается вот этот подход от работы психолога, а тут я, мне кажется, сама себе отвечаю на вопрос, что коучер, именно коуч показывает, как не только собраться, но и реализовать жизненные задачи, в этом его отличие, а сейчас небольшую ремарку сделаю, на самом деле коуч не консультирует, он не дает советы, коуч использует только коучинговые технологии, мы задаем вопросы, используем какие-то коучинговые техники в работе с клиентом, и человек сам себе отвечает, потому что мы как раз поднимаем его потенциал, в психологии это скорее всего про прошлое, в психотерапии это про определенные глубинные травмы, но коучинг имеет свой лимит, конечно, когда я понимаю, что здесь что-то глубинное, я говорю, сори, я здесь непродуктивна, я вас временно обязана просто отправить к своим коллегам, потом через какой-то период мы обязательно вернемся, то есть я его припарковываю в определенной точке, потому что я сразу чувствую и понимаю, то есть, понимаешь, коучинг это вот как раз про спонтанное, интуитивное, инстинктивное, вот как сказать, это про жизнь, коучинг это про жизнь. Как найти свое место в жизни, и я читала у вас в инстаграме такую фразу, что вы помогаете соединиться людям, и прийти им вместе в нужную, пойти в нужную сторону. Да, да, вот, видимо, мое служение людям, я буквально сегодня в фитнесе я крутила свой эллипс, как говорится, когда мы шагаем, это же не просто так было создано, у нас правые и левые полушарии балансируются, почему, когда мы ходим, и наши руки асимметрично движутся, да, это говорит о том, что мы сами себя приводим в баланс, да, и я слушала о Пруинфри, и ее мысли с моими мыслями настолько синхронизировались сегодня, что я человек не с ящика и не в плане популярности, я это уже, как сказать, мы в эти игры уже поиграли, мне уже, ну, как сказать, вот стать популярной, или что, мне уже этот уровень неинтересен, мне интересен уровень служения людям, что я через себя могу дать людям, да, поэтому, когда я говорю, что я вижу, куда одного человека соединить с другим человеком и дать направлением, это называется чистой воды нетворкинг, но с хорошего уровня, с большой буквы, это нетворкинг с большой буквы, я практически никогда не ошибалась, когда какого-то человека за руку брала и приводила к другому, это даже было на каком-то мероприятии, это так смешно было, мы даже поспорили, говорит, сколько ты людей соединишь, что я могу сказать, эффект был хороший, потому что я через какое-то время поняла, что многие сдружились, две пары образовалось, и одна пара поженилась дальше, очень было интересно, и я как-то именно в этом году, я почему-то поймала себя на том, что я кайфую от того, что я вижу эти результаты, вот именно, вот знаете, вот я поняла, что самое жизненное кредо, это когда ты наслаждение, удовольствие получаешь через служение людям, то есть у меня получение, финансовые возможности всего происходит через отдачу, то есть получение через отдачу, понимаете, и уже все религии, все знания, все обо всем, об этом этом говорят, но самое важное, когда ты сам приходишь к этому, это такой, очень такой сакральный момент, когда ты понимаешь, что тебе хочется рано утром подрываться в 6 утра, и тебе не лень вставать, а что же ты будешь делать, я честно скажу, я сегодня, вот я понимала, я пришла, да, я на диване, реально, вот сейчас 10 минут спала, пока мы ждали там, чтобы нас встретили, но мне, как Штирлицу, достаточно было 15 минут поспать, я проснулась, думаю, блин, это же такой кайф, я сейчас пойду, и буду давать интервью, и я буду рассказывать про свою любимую работу, я хочу пожелать, чтобы вот реально все люди, так от своей работы говорили, потому что, когда ты не устаешь от своей работы, это говорит о том, что ты идешь через творчество, творчество, это про божественный путь, это вот как бы, как бы говорят, высший путь, который соединяет своим высшим я, это именно творчество, это вот когда вот говорят, что ты спустилась на меня такое, это вот про творческий путь к бизнесу, я сейчас очень много примеров вижу, многих бизнесменов, которые добились, деньги есть, все есть, все, я уже больше не кайфую, он уже не знает, от чего кайфовать, потому что человек дел бабло, дел бабки, понимаете, он не видел зерно, а для чего он это делал, да, машину покупил, дом купил, все заработал, что дальше, а когда ты понимаешь, что вот, вот есть то, что тебя, само собой, тело поднимает, понимаете, меня тело поднимает, чтобы проснуться, сделать растяжечку, сделать там прайминг по Тони Робинсу, позвонить там близким, сказать, сын, дочь, ты знаешь, я так благодарен, что ты есть такой, какой ты есть, или там, я не знаю, сестре позвонить, просто поблагодарить за какую-то мелочь, просто быть благодарным, что у тебя есть возможность утром проснуться, у тебя есть глаза, у тебя есть живое тело, просто мы иногда не осознаем про то, что у нас есть, когда мне человек говорит, у меня что-то не то, плохо и все, я говорю, а что случилось? Чем ты занимаешься, почему ты не испытываешь удовольствия, я хочу добавить, что я именно для этого и делаю эту программу «Путь к счастью», потому что мне хочется показать, что есть люди, которые счастливы делиться своим любимым делом и счастливо помогать и служить именно через вот эту реализацию, мы и достигаем счастья, настоящего счастья. А вот помимо работы, что можно еще отнести к этим вот счастливым моментам, которые вы можете привести в пример, как ту истинную, естественную радость, ради которой мы живем? Если по себе, хочу сказать, это, конечно, путешествия, и когда ты в путешествиях, знаете, попадаете вот в какой-то поток, и ты настолько доверяешь этому потоку, что с тобой не происходит ничего, у тебя не крадут твой кошелек, у тебя не крадут твой ноутбук, у тебя не крадут твой телефон. Я 5 лет путешествую в Индии, в Азии, в Америку, со мной никогда, никакой сложной истории не происходило, потому что я настолько доверяла своему внутреннему и миру внешнему, что когда я узнала, что я в Дарамсале была, Гималайх, и когда я узнала, что Далай-Лама приехал, ну, в свою зимнюю резиденцию, я просто сказала, я хочу пойти и попасть. И это были последние часы, когда можно было зарегистрироваться, и мне ребята сказали, Мария, у тебя есть полтора часа дойти, Маклеоганш, это соседний городок, прийти, зарегистрироваться, говорит, ну, там ужасные очереди, чтобы попасть на аудиенцию. Когда я пришла, как будто, знаете, вот прямо двери вот так открылись, там три человека было, где можно было зарегистрироваться. Я дважды встречалась с Далай-Ламой, вы можете до меня дотронуться, я держала Далай-Ламу за руку. Вот. Также я была у своего остеопата, и он мне говорит, слушай, поехали, у нас сегодня встреча с Ринпоче, Номку, вот это Номку, да, и я говорю, слушай, это что, реально? Он говорит, да, все, поехали, и я сказала, да, и вот знаете, очень важно говорить до жизни, говорить до возможностей, когда ты говоришь, нет, я боюсь, а что тебе вселенная, что тебе жизнь будет говорить, если даже отсечь всю эзотерику, вот это все, 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 ну, как бы квантовая физика все равно работает, хочешь ты не хочешь, поэтому о чем я хотела сказать, жизни надо говорить, да, да, сегодня я тоже могла слиться и сказать, дорогие мои, я так устала, но вот я сказала, да, я конечно пойду, потому что это важно другим людям, я хочу послужить, я хочу донести им, что есть такие важные вещи, на которые реально надо обращать в жизни внимание, возможно, ты не получишь всех денег всего мира, возможно, ты не станешь знаменитым, но важно служение, потому что успех в служении людям, а не в том, сколько ты заработал и сколько наград ты получил, успех именно в этом. Я поняла сегодня, у нас сегодня первая встреча, можно сказать, первые знакомства, я поняла, что у нас много тем, которые мы можем обсуждать, мы за один раз их не сможем раскрыть, и, может быть, завершая такую первую беседу, вот хочется, знаете, спросить, не знаю, совета, или, как быть, вот я знаю, что по ту сторону экрана есть люди, которые, может быть, не достигли еще пока своей реализации, той истинной реализации, о которой мы сегодня начали говорить, но они ничего не делают, они могут сказать, что мне все хорошо, кто-то им там со стороны, ну, посмотри, у тебя там, может быть, этого, нет, но он сидит и смотрит, может быть, там кино, сериалы, но, к сожалению, у нас таких много примеров, что бы вы посоветовали как коучер, коуч, такому зрителю, чтобы он понял, что я как-то вот застыл на одном месте, как его расшевелить, как его... Ну, вот знаете, жизнь, жизнь очень справедливая тема, жизнь очень справедлива, жизнь тебе отвечает ровно настолько, как отражение, что у тебя внутри, только определенными обстоятельствами и событиями, здесь все вот прямо, как дважды 24, чтобы встать и действовать, вопрос принятия решения, что бы я посоветовала, научитесь принимать решения даже на маленьких делах, так, я сегодня должен встать там в зарядку, так, я принимаю решение, человек просто должен осознавать, если я делаю зарядку, это для чего я делаю? Для здоровья, окей, все супер, здоровье ты не купишь, потому что, если ты не будешь заниматься здоровьем, через какое-то время у тебя это здоровье не станет, тем самым, ты не станешь продуктивным, и ты никуда, и даже действовать ты не сможешь, поэтому, что бы я советовала, просто начните принимать решения, потому что за каждым решением, что следует, действие, это автоматически уже будет включаться, то есть решение, действие и наслаждение, то есть все время фокус держать, что когда я принимаю решение, я от этого получаю наслаждение и удовольствие, и я служу, вот, и ты будешь подниматься, и в первую очередь, каждый день, когда вы встаете, второй совет, благодарите, 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 благодарите за солнечный свет, что вы глазами можете увидеть, просто вспомнить, сколько людей этого могут не видеть, благодарите за то, что у вас есть возможность, что у вас есть крыша, благодарите, что у вас есть семья, благодарите за все, вот это, вот как это, утренняя мантра благодарности, И мой совет, планируйте и дисциплина. Планирование и дисциплина. Удачи нет. Удачи приходят, когда вы много-много-много действия. В любой профессии это 10 тысяч часов. По-любому. Вы сделали, и удача пришла. Это многоярусные действия. Успех не приходит вот так в один день. Просто этому предстоял большой путь. Поэтому я вам желаю принимать решение, действовать и получать от этого наслаждение. А если человек любит жить спонтанно, и вот я у вас тоже читала, что вы так мастер спонтанно интуитивного подхода даже в бизнесе. И он говорит, ну вот я не люблю планировать, я не хочу себя структурировать. Можно спонтанно себя структурировать. Спонтанность имеется в виду, когда ты идёшь от живота. То есть спонтанность это твой инстинкт. Это твоя чуйка, твоя интуиция, которая подсказывает. Вот слушаешь живот, слушаешь своё сердце, слушаешь через своё тело. Я это имела в виду. Но ты всё равно, услышав себя, после этого ты принимаешь решение и действуешь, планируешь. Я имела в виду, что из этого состояния. То есть ты приводишь через спонтанность, через инстинктивность в нормальное состояние, когда ты можешь принять решение и распланировать то, что с твоей цели, к чему ты идёшь и распланировать действие. То есть важно, когда к тебе интуиция пришла, начать действовать. Первый шаг прямо в этот же день делать. Пусть он будет маленький. Знаете, теория маленьких шагов. Ты делай каждый день. Пусть он будет совсем маленький, но ты сделал. Ты сегодня один шаг сделал, а в году-то 365. Представляете, если каждый день делать один шаг, это 365 действий. А если это умножить на 10 лет, это сколько действий? И у тебя уже, знаете, как спортсмен, если вы не тренируетесь, ты же никогда не достигнешь результатов. То же самое, жизнь, это те же экзамены мы сдаём за счёт наших успехов. А успех приходит только через решение и действие. Всё, решение и действие. Конечно, но самое главное, научитесь балансировать и работать, и отдыхать. Потому что если ты только будешь работать, ты никогда не получишь удовольствия. Тебе твоё тело, твоя душа скажет, друг мой, а отдыхать когда мы будем? Потому что надо выдох давать, выдох. То есть научитесь балансировать между работой и отдыхом, чтобы это обязательно присутствовало в вашей жизни. Это четвёртый мой совет. А пятый, просто любите всех людей. Любите общаться. Чёрт побери, любите общаться. Это так важно. Потому что сейчас в мире все в онлайне. Выходите в офлайн. Выходите в офлайн и общайтесь. Я поэтому хотела поговорить сегодня об этом искусстве под названием нетворкинг. Кстати, ещё один вопрос, который я не задала. А не связано ли это как-то с продюсированием? Продюсеры же тоже соединяют людей и отправляют их к какой-то единой цели. Чем отличается нетворкинг от продюсирования? Ну, продюсирование – это когда человек уже организовывает целый проект. А нетворкинг, скорее всего, это часть того, что делается в продюсерском проекте, я бы так сказала. Это более широкое понятие – продюсирование. Да, конечно, он соединяет многих, но это целый процесс, это целый проект. Нетворкинг – это больше про соединение, про общение, про коммуникацию, про интеграцию людей в определённой окружении. Я поняла. Я бы даже хотела вам предложить записать несколько серий. Я всегда за. Это те вопросы, которые, мне кажется, нужно нести людям, нужно передавать через все средства массовой информации. Благо сейчас есть такая прекрасная возможность – YouTube, интернет и так далее. Спасибо большое, что мы начали этот длинный путь к счастью. И мы желаем каждому человеку увидеть свой путь. А вот как его увидеть, как раскрыть? У каждого свой творческий путь. Мы, может быть, поговорим в следующий раз, как этот путь свой нащупать, осознать, как услышать. Да, это мы оставим на следующий раз и поблагодарим зрителей за терпение, что они нас слушали. Дослушали до конца, и мы будем рады ещё раз встретиться. Спасибо большое за внимание и до новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова